Никаких уроков и домашнего задания. Привычные будни остались за дверью производства. Сегодня ребята из социально-реабилитационных учреждений округа примеряют на себя роль настоящих технологов по приготовлению здоровых батончиков. Сухофрукты, орехи, а главное никакого сахара. В основе полезных снеков финиковая паста. К ней можно добавить фундук, миндаль, кунжут и любые натуральные ароматизаторы. К процессу приготовления авторских батончиков присоединился депутат Московской областной думы. Скоро, говорит Михаил Раев, ребятам и вовсе можно будет смело доверять работу за промышленным конвейером. Сегодня мы привезли сюда детей. У них было желание посмотреть, как это все действительно производится от нулевого цикла до готовой продукции. Вот сегодня они помогли технологу вместе с ними произвести батончики, добавили ингредиенты, которые они посчитали нужными на свой выбор. Ну, я думаю, это детям очень интересно. А пока ингредиенты перемешиваются в специальном комбайне, детям показывают цех по производству вафель, хлебцев и детского печенья. За смену по ленте проезжает десятки тысяч безглютеновых медвежат, птичек и котиков. Печенье, в составе которого нет никаких вредных добавок, полезно не только детям. По мнению депутата Государственной думы Ирины Родниной, правильное питание сегодня не только дань модным тенденциям, но и во многом необходимостью. И, наверное, десятилетия мы действительно стали по многим продуктам аллергики. Появились какие-то такие моменты, когда ты не знаешь, что можно покушать, чтобы не вызывать какой-то конфликт в организме. Мы начинаем учиться правильно питаться. Да, у кого-то есть какие-то проблемы. Значит, наша задача помочь им с этими проблемами дальше быть по жизни, а не обращаться без конца только к врачам. Приучать ребенка к здоровому питанию необходимо с самого раннего возраста. Тогда, говорят специалисты производства, работа вкусовых рецепторов не нарушается и, соответственно, не возникает потребностей в чересчур ярких вкусах пищи. Одна из главных задач экскурсии как раз и заключается в том, чтобы дети поняли, полезное может быть вкусным. Предприятия по производству здоровых снеков воспитанники социально-реабилитационных учреждений посетили в рамках партийной программы «Добрые дела». Мы заинтересованы в том, чтобы наши детки имели возможность посещать экскурсии в такие фабрики, которые находятся у нас на территории городского округа Химки и в дальнейшем, конечно же, были заинтересованы в том, чтобы, может быть, они вернутся сюда, но только уже в качестве хороших специалистов. Экскурсии для детей школьного возраста продолжаются. В планах на ближайшее будущее визит на шоколадную фабрику.